В 2016 году вооруженные силы России усилят группировки войск на западном, юго-западном и арктическом направлениях. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. Министр также сообщил, что Россия завершила строительство четырех военных баз в Арктике. Кроме того, начато строительство городка на острове Земля Александры. Возводятся военные объекты на островах Котельный, Врангеля, Средний, Новая Земля и мысе Шмидта. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поддержать Ямал в реализации инфраструктурных проектов и добиться федеральной поддержки северного широтного хода. Об этом она сообщила на брифинге в Салихарде, организованном в рамках празднования 85-летия со дня образования Ямала-Ненецкого автономного округа. Матвиенко заявила, что государственную программу развития Арктики необходимо актуализировать и адаптировать к современным условиям. По ее словам, проект необходимо реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Учитывая стратегическое значение проекта, расходы по строительству моста через Копь должно взять на себя государство, остальные работы должны вести частные партнеры. Два судна ледового класса построили специально для Северного морского пути. Многофункциональное аварийное спасательное судно «Мурман» будет работать в порту Сабетта, помогая проводить грузы, а Беринга в пролив отправят на Сахалин. Корабли могут прокладывать путь во льдах толщиной в полтора метра. У них сложная комбинация разных систем, которые по отдельности используют на спасательных судах. Но вместе с высоким кодовым классом и системами пожаротушения спасательные работы могут вестись на глубинах до тысячи метров. Такое сочетание не применялось ни на одном спасательном судне в мире. Кроме того, корабли оснащены передовым современным российским оборудованием. Большая его часть отечественного производства и не имеет аналогов в мире. Мурман и Берингов пролив не зря называются многофункциональными судами. Они могут оказывать помощь терпящим бедствия кораблям, спасать людей, совершать ледокольную проводку, снимать смели и буксировать. На Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония закладки второго ледокольного судна обеспечения проекта «Алкер Арк-130А», строящегося по заказу «Газпромнефть». Ледокольное судно предназначено для круглогодичной эксплуатации в районе арктического терминала экспорта нефти Новопортовского, месторождения в районе мыса Каменной в Обской Губе. Конструкция судна позволяет максимально эффективно осуществлять операции в тяжелых условиях предполагаемого района эксплуатации, проводить проводку танкеров, спасательные операции, участвовать в операциях по ликвидации разливов нефти. Ледокол может работать в сплошном льду толщиной около 2 метров и с 30-сантиметровым снежным покровом при температурах до минус 50 по Цельсию. Всего на Выборгском судостроительном заводе по заказу «Газпромнефти» будут построены два ледокольных судна, предназначенных для работы на арктическом терминале Новопортовского месторождения. Корабеллы уже строят заложенный ранее первый ледокол, получивший имя Александр Санников. Оба судна должны быть переданы заказчику до 2018 года. Производственное объединение «Севмаш» филиал Северного Арктического Федерального Университета Северодвинский и Центр юношеско-научно-технического творчества подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, «Севмаш» поможет повысить уровень технического творчества обучающихся в центре, а образовательное учреждение станет базой для подготовки будущих инженерных кадров и площадкой для проведения профориентационной работы предприятия. Участники трехстороннего соглашения выработали программу мероприятий, направленных на развитие деятельности в области технического творчества и профориентационной работы по инженерным направлениям. В частности, в центре будут проводиться конкурсы, курсы по освоению 3D-моделирования и многое другое. Напомним, «Севмаш» – крупнейший в России судостроительный комплекс, единственная верфь в стране, главная задача которой – строительство атомных подводных лодок для ВМФ. Завод с территории более 300 гектар объединяет в своей структуре более 100 подразделений. В Париже после двух недель переговоров делегации 196 стран единогласно приняли новую договоренность Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение заменит киоский протокол и усилит деятельность, которые страны ведут по конвенции в целом. Страны сумели договориться о действиях по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Все государства, включая Россию, приняли национальные цели по снижению или ограничению выбросов парниковых газов на 2025-2030 годы. Эти планы позволят избежать самых катастрофических последствий и удержать глобальное потепление к 2100 году на уровне 3 градусов Цельсия. По мнению представителей Всемирного фонда дикой природы России, соглашение слабее требований экологов и наиболее уязвимых стран, но гораздо лучшее бездействие. Первый в 2015 году случай смерти от свиного гриппа накануне был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По данным ведомства, 58-летний житель города Новый Уренгой скончался в больнице 30 ноября. Согласно данным медиков, 13 ноября мужчина вернулся из Ростовской области, а через пару дней заболел. В ходе медицинского обследования у него была обнаружена двусторонняя пневмония, а затем анализы показали вирус свиного гриппа. В этот же день больной скончался. После смерти мужчины за лицами, которые находились с ним в контакте, было установлено медицинское наблюдение. Близкие умершего прошли обследование на вирусы гриппа, результаты которого были отрицательными. Представители Роспотребнадзора обратили внимание на то, что наличие прививки от гриппа позволило бы заболевшему мужчине выжить. Однако в ходе прививочной кампании погибший отказался от прививки, что и привело к столь трагичному исходу. В Арктике найдены следы древних охотников, которые употребляли в пищу белых медведей. Открытие сделали участники археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН. Как рассказал руководитель Яна Индигирской экспедиции Владимир Питулько, охотники, жившие около 8000 лет назад, добывали медведя для употребления в пищу. По словам археолога, на медведей древние охотники выходили зимой, когда самки залегали в берлогах. Тактика охоты свидетельствует о том, что у охотников был опыт добывания бурых медведей. Следы стоянки древних охотников были найдены на острове Жохово из группы Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане. Уникальность открытия заключается в том, что на сегодняшний день это единственное доказательство употребления белых медведей в пищу древними людьми. В 2015 году Архангельской области удалось привлечь на Арктические архипелаги рекордное число туристов, на 70% больше, чем в 2014 году. Итоги успешного туристического сезона озвучил губернатор региона Игорь Орлов в ходе 5-го международного форума «Арктика. Настоящее и будущее», который прошел в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что в 2015 году морские порты региона приняли 23 круиза – 4000 туристов из 41 страны мира. В этом году впервые начались прямые трансграничные круизы по маршруту Шпицберген – Земля Франца Иосифа. По этому маршруту на теплоходе Sea Spirit проведены три пилотных круиза. Национальный парк «Русская Арктика», который находится на территории архипелага «Новая земля», в летнюю навигацию было 11 заходов круизных судов. По словам губернатора, столько же запланировано на 2016 год. Также пользуется стабильным спросом у туристов Национальный парк «Онежское поморье» и Соловецкие острова. Всего в Архангельской области развивается около 80 программ культурно-познавательного, этнографического, экологического и активного туризма. В столице Ямала Ненецкого автономного округа открылась обдорская ярмарка, приуроченная к 85-летию региона. В ней принимают участие сельхозпроизводители, животноводы, мастера национальных промыслов. На ярмарку приехали как лидеры продовольственного рынка Ямала, так и частные предприниматели, занимающиеся выращиванием овощей, разведением домашних животных, изготовлением сувениров, сбором и консервированием грибов и ягод, пошивом изделий из меха и кожи. Главная задача обдорской ярмарки – продемонстрировать возможности Ямала в обеспечении продовольственной безопасности граждан, а также возродить старые ярмарочные традиции. Первая обдорская ярмарка открылась в 1825 году. Она проходила с 15 декабря по 25 января. Она была традиционным местом встречи жителей Тобольска, Березова, Ирбита, Омска, Тюмени, Архангельска, Нижнего Новгорода и Москвы. Обдорская ярмарка была самой крупной в Тобольской губернии, а купцы отправляли местные товары еще дальше – в Германию, Францию и другие европейские страны. В Ханты-Мансийске завершился 9-й Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, где выбрали лучшего зимнего волшебника страны. 120 новогодних чародеев из 19 городов России – Оренбурга, Северодвинска, Пермского края, Надыма, муниципальных образований Югры – боролись за главный приз – «Магический посох». Всероссийский съезд проводился в форме творческого конкурса среди специалистов досуговой деятельности – организаторов, авторов, режиссеров и исполнителей в области создания и ведения новогодних игровых программ и театрализованных представлений для разных возрастных аудиторий. Участники показывали мастерство вождения хороводов, катания с горок, развлечения гостей. Оценивали мастерство новогодних волшебников не только взрослые, но и детское жюри. В итоге лучшим Дедом Морозом стал сургутянин Анатолий Лупашко. Среди Снегурочек отличилась Анастасия Захарова из Урая.